здравствуйте мстислав добрый день добрый день очень благодарна очень признательно во-первых я вас наслышана во вторых мы были френды фейсбуке но я об этом забыла я знаете что хочу сказать я теперь когда начала смотреть нашу переписку четырнадцатом году увидела что вы тогда еще писали что у вас есть отели где вы могли бы переселенцев разместить то есть вы не равнодушный человек судьбе украины судя по тому по той нашей переписке да но я тогда и помыслить не могла что это у вас отняли часть имущества люди из банды под названием у пг лужники о которой я сейчас делаю материал и сейчас начинаю вас искать не подозревая что вы тот самый мстислав с которым я еще в четвертом году общался и теперь я хочу представить нашим зрителям мстислав скоробогатов это бизнесмен которого ограбила о пг лужники о пг лужники написано о нем десятки если не сотни расследований в том числе российских журналистов украинских журналистов на западе и называют членами о пг бизнесмена и политика бабакова зам председателя госдумы заместитель володина в госдуме а также гинера который цска клуб футбольный клуб армии российской и выбора в законе воеводина так вот эти люди как пишут средства массовой информации отняли у вас имущество якобы вы на тот момент ваше имущество оценивало 125 миллионов долларов правда это но вы знаете все эти оценки они субъективны поэтому я бы на них не акцентировал свое внимание знаете чтобы кого-то удивить цифрой так можно было бы сказать и 300 так сказать и больше потому что если этот бизнес приносил порядка двух миллионов долларов в месяц то вы сами можете посчитать сколько он стоил на то время когда они его отобрали значит отобрали они в 2006 году отраборали по беспределу это начали отбирать они это была гостиница русь это было шоппинг ну трк метрополис и трк метроград вот отобрали они абсолютно по беспределу при поддержке на то время полной поддержки зам генерального кудрявцева вот конечно мы этого не знали на то время мы впервые с ними столкнулись это действительно это в шестом году было в ноябре вот откуда они взялись вообще было непонятно но тем не менее они воспользовались бумагами моего партнера на то время с которым к сожалению я утратил связь и соответственно мы были в половине 50 на 50 в этом бизнесе вот но после того как появились эти люди я так понимаю что не бизнеса не у партнера моего не у меня его уже не стало она стала у них это произошло абсолютно насильственным путем с поддельными ухвалами в лучших традициях того времени рейдерских вот и при полной поддержке милиции и прокуратуры ну и на то время как это говорится поскольку ты не в политике или у тебя там нету каких-то связей если у тебя нету связи то звонить некому и закон в отношении тебя не работает и это продолжалось вот к сожалению это продолжается и до сих пор но мы пока возвращаемся к 2006 году вот три основных объекта которые они отобрали вот и вот именно на в это время я и познакомился с непосредственно с михаилом спектром а потом уже начал разбираться дальше я встречался уже и с бабаковым вот потому что она имела непосредственное отношение ну вот все это действие в украине она непосредственное отношение к нему имела вот с гиннером не встречался своего дина не встречался давайте уточним о каких объектах идет есть я так понимаю отель русс до отель русси это госпитальная 4 в киеве метроград который строил как бы сам за два года или считайте как прораб там проработал вот и метрополис вот это шестом году они отобрали они отобрались я как он сказал воспользовавшись документами моего партнера и запугав моего директора ну естественно не уголовное дело как бы ну как вам сказать ты делаешь заявление его не читают или на него не реагирует ты идешь в суд а там тебя встречает сергей васильевич кивалов вот поэтому как бы в одни ворота это было приющенко полная поддержка была когда они захватили действительно гостиницу русь даже внутренние войска по просьбе петра брат да петра андреевича да по просьбе петра андреевича даже внутренние войска их охраняли от меня от страшного рейдера оказывается то есть если я хочу прийти к себе домой то я как бы рейдер ну неважно как бы это все продолжалось вот такой какой-то оксюмарон дали как какой-то такой полный сумасшествие она продолжалась мы в нем участвовали к сожалению вот по тем правилам которые задавала государство но государство было совершенно невыгодно я так понимаю чтобы закон работал и чтобы этот бизнес оставался украинским вот в 2 на а восьмом году они захватили гостиницу юность в одессе по при полной поддержке своего и облэнерго они отключили свет гостиницу просто физически захватили вот попытался вмешаться прокурор одессы но потом местные суды так сказать это все так заиграли что опять-таки ты оказался ну я имею ввиду я оказался рейдером вот и в двенадцатом году они захватили гостиницу славутич а в шестнадцатом гостиницы любить вот такой вот в них пакет а а вот эти славутич и лыбец это уже не ваши это чьи-то гости не мои мои а тоже это все моя история а юность в одессе это тоже ваша гостина конечно такая история я знаю мы за кадром разговаривали там интересная схема да я хотел чтобы они рассказали схема закладывания чужого имущества в российском банке от начала и до конца эту схему смотрите это очень показательная вещь потому что на самом деле вот во всем том беспределе которое вот происходило на самом деле основную роль играли даже не рейдеры а к сожалению наше государство вот она полностью поощряла вот эти действия мало того не было заинтересовано в этом потому что насколько я понимаю но кормилась с этого бизнеса потому что ну как бы если ты легально его построил то естественно ты никому ничего не даешь ни с кем не делишься не о чем делиться только со своими партнерами вот платишь налоги и так далее это вот и есть твое участие в государственном так сказать устройстве поскольку когда ты захватываешь что-то тебе нужно почата поддержка естественно ты делишься и ты гораздо более интересен чиновникам и так называемым державником на то время вот поэтому но к сожалению здесь помимо вот сиюминутной выгоды нарисовывалась какая-то такая угроза в гораздо дальней перспективе что делали рейдеры на самом деле они в седьмом году когда они захватили метрополис метроград и гостиницу русь они берут и закладывают эти объекты которые находятся под ну жесточайшим по большому счету в диспуте они находятся в диспуте в судах уголовные дела об этом пишет пресса снимает телевидение там к интер показывает это все и несмотря на это в седьмом году проходит всего лишь там два-три месяца после захвата все горячо на самом деле веб окажется это внешне эконом-банк россии под заклада под залог этих объектов выдает им кредит на который они покупают акции не про спецстали то есть вот эта группировка которая я уже потом начал разбираться уже на то время владела облэнергами определенными облэнерго украины она заложил захваченные объекты в российском банке покупает акции следующего предприятия которое ну как у нас она называется стратегическое стратегическое сталь она делает но говорят броню да 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 ну это мы сами знаем что это за предприятие но это показательно показательно но кто на это обращает внимание никто на это даже не обратили внимание в четырнадцатом году даже тогда когда аннексия произошла и мы обращали на это я обращал внимание на это я опять обращал внимание на то что товарищи бизнес которые захватили россияне он не может просто так существовать вот как как таковой потому что российская экономическая экспансия она спланирована и после того как допустим экономическая экспансия не дает какого-то того эффекта который бы хотелось верхушки россии начинается физическая экспансия то есть уже забирается донецк донбасс уже забирается этого сама но наши державники чего не бачит вон и мы говорим а я помню еще был саша щетинин может помните такое было нр-2 такой был ресурс новый регион наверняка вы помните саша щетинин тоже россиянин который убежал из россии получил здесь видно жительство украине тогда он был действительно таким романтиком вот он тогда именно ряд ряд интервью печатал со мной потому что ему самому это все было настолько очевидно но к сожалению этого было недостаточно для того чтобы власть наша власть на это обратила внимание да вроде как выгнали януковича вот но к сожалению к власти пришли люди которые ну просто лишь я так понимаю захотели занять его место и все то есть никакого качественного скачка не произошло просто при распределении потоков вот и абсолютно ревизия идеологии не пресс не произошло никакой никакой к сожалению вот но это мы перепрыгнули немножко да 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 раз уже вы упомянули давайте не пройдем мимо александр щетинин это если не ошибаюсь журналист российский которого нашли застреленным нападу да 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 после четырнадцатого но вроде бы он покончил жизнь самоубийством вроде его ограбили это не не ограбили там отняли имущество тяжело переживал всю ситуацию почему потому что вроде бы убежал из россии да вроде дышать в украине гораздо больше есть чем а как бы вот реальность и и ожидания они настолько не сопали ну и наверняка там какие-то финансовые были ситуации тяжелая обстановка поэтому человек не выдержал просто ушел из жизни да вот теперь хотелось бы поговорить подробнее об этой группировке вы сказали что вы встречали спектр назвали фамилию и бабаков насколько я понимаю бабаков это политический лидер это лицо группировки и основной владелец который действительно имеет огромное политическое влияние и в россии и кроме того как посланник путина подкупает политика в европе есть тоже масса расследований на эту тему в том числе в украине много лет налаживал связи насколько я понимаю поскольку я уже две недели изучаю эту группировку то они либо вообще никогда не уходили из украины еще со времен ссср либо начали захватывать предприятия в украине в девяностые может быть у вас другая информация поделитесь ею и скажите напомните какие были ваши впечатления от общения с этими двумя упомянутыми товарищами спектр это гражданин украины насколько мне известно мина не миноритарный мелкий партнер этой крупной опыта в украине и их топ-менеджер а бабаков это лицо группировки ну встречу свою я как бы сказать но ми михаил он абсолютно я вам скажу так мне кажется как бы даже не принималось новые решения на этом в то время или в седьмом году и вот ему сказали что то вот он сделал воспользовались как бы своими крепкими группировка имела очень крепкие корни на то время но кто об этом знал кто когда об этом анализировала нож все началось еще с 2000 я так понимаю первого года когда они купили акции первое инвестиционного банка у петра ющенко и и на 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 этой почве потоварышу валы вот насколько я даже слышал там чуть ли петро ющенко не был у спектра чуть ли не крестным хотя вроде как михаил сам еврей и не знаю как это все было может это и слухи люди кажуте кто к вот то есть это корни вообще корни вот этого вот коррупционные корни связи они начали ну вот пустили свои 2001 году вот это было их стандартная вот как бы мне кажется такая схема захода в страну они пытались это сделать и в латвии когда край банка они хотели купить им не не получилось вот когда бабаков вместе с вот этими вот своими фунтами латышскими приходил и угрожал пистолетом в свое время мэру венспилса вот это не получилось у них угрожал пистолетом бабаков лично но сам 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 мэр об этом писал но давал интервью да вот это все те же люди которые сейчас его прикрывают в облэнерго вот эти латышские товарищи вот они с ним уже были давно но я просто говорю о схеме то есть покупается банк да это был пин банк вот уже есть возможность общаться с виктором ющенко на то время премьер-министром вот естественно деньги были деньги были и я так понимаю что в первую очередь это были деньги абрамовича потому что те первые деньги которые были потрачены но был энерго это были деньги абрамовича и почему я об этом утверждаю потому что там появился в качестве смотрящего как у нас принято говорить александр гарезы александр гарезы это известный такой юрист который выступает от мамота и абрамовича ну как бы куратором их денег в везде в в фирмах с довольно мутным будущем то есть я так понимаю что если есть какие-то светлые будущие это там участвуют непосредственно сами олигархи вот ну я имею ввиду сам абрамович или мама вот а если мутное будущее это там участвуют их представители и вот александр гарезы это один из них александр гарезы и именно и был представителем и был я так понимаю основным участником лоббистом вот ну или так сказать фронтменом вот этого вот мошеннического завладения четырьмя первыми обл энергиями вот это был я так понимаю херсон кировоград севастополь и житомир то есть вот эти вот четыре было энерго которые 2002 году предлагались к тендеру там были абсолютно наглым образом нарушены правила этой группировкой и очевидно что в коррупционная составляющая сыграла основную роль это все в открытом есть доступе там говорилось о том что услуг по условиям конкурса те кто покупают они должны иметь четкое ну должны быть показывать кто является хозяином кто является конечным бенефициаром вот этой вот покупки и участвовали там рва и потом какие-то еще при все структуры которые имели во первых прошлое уже и управление вот этими сетями энергетическими а второе нужно было естественно показывать кто же конечный бенефициар этого всего и наши товарищи вот это вот лужниковской пг она спряталась за словаками то есть никаких на самом деле слова как там не было словаки это признали но к сожалению этого никто не читал никто это не анализировал они признавались это в слова словацком журнале тренд они давали интервью и говорили что мы не собирались покупать мы просто выступили как фронтмены вот мы просто давали доверенности все знает там и заработали 20 тысяч долларов и это было отображено да и маленькое уточнение чтобы у нас было структурировано все вы полагаете что сначала была покупка доли в банке брата ющенко да 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 это банка не купили вода а затем а затем покупка или точнее мошеннический захват первых четырех облэнерго ну конечно да да 4 это были четыре первых облэнерго к почему они стали словаками так называемые потому что они прикрылись в с ну вот это все как-то там я не помню называлась но она имела аббревиатуру vc и да но они не были никогда весен energy это они потом надо почитать я просто слова словацкий язык не очень на языке поэтому не могу повторить но это есть везде же это компания на есть до сих пор существует вот было расследование по этому поводу он мало того самое главное это заключение аудита кпм джи кажется их делала вот этой вот структуре которая четко было написано что никогда мы не ставили на баланс эти акции которые мы купили никогда мы не собирались ими управлять никогда мы не собирались ими владеть мы просто выступили от лица определенной группы инвесторов то есть имеете ввиду словацкую фирму которая была использована в этой схеме что да она была использована для того чтобы указом или они так называемые просто показали тендерной комиссии что вот такие вот есть словакии вот они там то то есть обманули тендерную комиссию обманули в этом и состояла мошенничество они бы никогда не купили если бы они показали кто реально стоит за этой покупкой вот если бы это были деньги этой группировки никакого горы за не было если вы увидите что первые управляющие компании которая наконец-то появилась на горизонте и она наконец-то начала называться в с энергии из нидерландов там было три директора это был бойтыш от имени словаков это исторически он там был для того чтобы сохранить лицо там был александр горезы как хранитель денег обрамовича и александр бабаков ну как представитель группировки то есть их там было трое это были три директора из которых бойтыш своем интервью четко признал что я никто и звать меня никак я там был номиналом и в общем я к этому делу ними мало того у нас есть соглашение в котором написано что если какие-то будут издержки или претензии к нашей стороне имеется ввиду к словацкой то вот группа инвесторов берет на себя покрытие всех расходов связанных с и так далее и так далее и для кпм g это было замечательно то есть от этой истории о пг лужники просто осталось название словацкая группа просто так их иногда называют хотя на самом деле она не словацкая кремлевская правильно понимаю ну конечно ну как бы конечно они бы не жили если бы они не были связаны с кремлем да ниже поговорим очень подробно вышли на самое главное что нас интересует а давайте пока я бы хотела еще все-таки немножечко вернуться туда в облэнерго на самом деле изначально я этой темой захотела заниматься именно из-за облэнерго потому что от них от оккупантов зависит но это я так может примитивно понимаю как простой человек не экономист не энергетик понимаю что от оккупантов зависит судьба 5 областей украины если известно что на сегодня о пг лужники она же vs energy контролирует 5 облэнерго значение в любой момент могут с помощью диверсии теракта как либо еще просто обесточить 5 регионов я может быть ошибаюсь смотрите вы татьяна по большому счету вы не ошибаетесь и евгений диннер этому этому подтвердил ваши слова потому что свое время навальный опубликовал стенограмму заседания в котором генер признавал что там 85 процентов его бизнеса находится на украине и он сделает все что положено что нужно будет российской федерации он так и сказал но опять как бы мы на это не реагировали потому что мир дружба кукуруза и давайте дальше будем ну как это торговать родиной то есть это же самое выгодное как бы торговать именем украины там или еще чем-нибудь вот поэтому это не есть не так то что я бы сказал она не так черно-бело все эти люди внутри страны все эти люди прекрасно понимают что но я имею ввиду весь менеджмент он украинский это же не то что там знаете там привезли там китайцев и все они там сидят и управляют и не понимают что происходит вокруг вот слушает своего там дэнсиопина или или кого-то там нет на самом деле это не так это структура которая очень хорошо интегрирована которая прекрасно понимает откуда дует ветер но вы должны понимать и мы все должны понимать что до тех пор пока действительно эти предприятия находятся в руках россиян но это как бронепоезд который стоит на запасном пути это вопрос времени когда ружье выстрелит если мы такие классные и крепкие что у нас есть и под ружье и бронепоезд мы можем и все вместо того чтобы этот процесс ну как бы сказать устранить зародыше но я знаю что это будет дороже это будет всегда сопряжено с чем-то геройством и с чей-то как вам сказать геройство это всегда чей-то как сказать вот чтобы не ругаться не нужно геройство не нужно все должно быть планово тогда геройство не нужно когда геройство то значит кто-то обязательно страдает не дай бог погибает не надо за чей-то счет так сказать потом вытягивать свои ошибки в прошлом поэтому это однозначно что лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным поэтому когда они все находятся в руках людей которые ну вот смотрите ну вот слава богу мы пережили там 20 какой 24 там февраля и не захватили киева если бы захватили ну давайте мы к выводам перейдем это уже из части вывода чуть позже а пока вернемся туда в 2001 или второй год когда они захватили в украине первые 4 облэнерго на сегодня считается что у них 5 но был период когда у них было 11 они потом продали 2 я знаю не продали ахметову кому продали остальные так пока и не поняла может коломойскому не 11 вряд ли нет нет не было один из него много раз писали что у них было 11 и нет 9 вы считаете ну посчитать можно прямо просто пор на руках севастополь кировоград житомир херсу черновцы ровно киев облэнер было и что еще у нас 7 а одесса 8 крым вы говорили а к николаеву они тоже к николаеву имели отношения 99 крым вы говорили крымский севастополь я сказал бы так давайте все же вернемся туда когда они скупили я так понимаю за бесценок да скупили вот эти первые четыре облэнерго или там тоже было рейдерство может быть вы об этом что-то знает нет 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 не было там рейдерство там было просто обманули комиссию все мошенничество с тендером абсолютно верно да то есть поддельные документы но это было еще при кучме правильно при кучме второй год ну да это да ну тогда смотрите получается же щешь я вот не помню как там вот это вот тема с русским клубом когда курочкин появился я тоже не знаю вот это вот поддержка уже позже уже позже да да наверное да но вот как бы там ситуация довольно такая черно-белая из премьер-паласа насколько я помню там тоже отравление председателя он же погиб при загадочных условиях этих самых когда не хотел отдавать свои 25 процентов если бы халипов его фамилия вот если бы там родственники вспомнили об этом то наверняка бы можно было бы проследить а что же произошло с 25 процентами гостиницы украина нас называлась туда украины вот и насколько я помню насколько мне рассказывали тогда именно благодаря курочки но эти 25 как бы перекочевали клужников чем потому что не все зрители так глубоко погружены в эту тему надо уточнить на сегодня это группировка владеет не только пятью облэнерго это там где они контролируют но и долями в некоторых других облэнерго владеет огромным количеством гостиниц часть из которых бывшие ваши а часть не бывшие ваши и владеет долями стратегических предприятиях таких как днепро спецсталь правильно да правильно да а вот сейчас вы рассказали историю 5 звездочного отеля в городе киеве недалеко от бессарабки да правильно там два-три если вы владеете темой немножко нас просветите а это предприятие этот нынешний премьер палас или как того кому принадлежал это было приватизация работников или что это да 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 это было приватизация насколько я помню ну смотрите я не участвовал в кубке и как бы особо не изучал этот вопрос но вот самый бросающийся в глаза кейс это именно 25 процентов которые принадлежали халипову а он был директор да да он не хотел продавать загадочных обстоятельствах ушел из жизни отравлен это установленный фанда ну смотрите среда отельеров она недостаточно такая закрытая и небольшая то есть это я не могу сказать что я читал этот факт то есть отельеры сами сказали что вот там же знаете кто был председателем на то время все друг друга знали когда мы взяли но купили 2002 году кажется мы купили контрольный пакет руси там же все друг друга знали все кто там в украине кто в москве кто в руси это все кто там это все какой-то был интурист который вот знаете как крем-де-ля-крем смешно конечно но на то время вот и получается что ну так люди говорили все и после этой загадочной смерти вот эта группа стала владеть вот это bs energy ну там но по-другому называлась там то ли инвента ну как вам сказать она же не не сказала что это группа это вот люди которых представлял тогда я так понимаю максим курочкин вот оформлял эти все она осталась все те же бенефициары как были так и остались фирмы меняются бенефициары остаются да 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 а тут надо для наших опять же зрителей объяснить раз мы упоминаем какую-то фамилию надо объяснять курочкин это бывший партнер этой команды член команды который был застрелен и преступление так и не раскрыто причем застрелен мастерские супер профессионально я думаю без российских спецслужб не обошлось потому что человек на минуточку появился во внутреннем дворе святошинского райсуда в городе киеве где он должен был выйти из одной двери попасть в другую просто сесть в автозак и вдруг раз за секунду его убивают и так удачно на расстоянии более 100 метров находился снайпер и так мастерский сработал раз и нет человека значит по вашей информации курочкин помогал отжимать вот этот премьер палас смотрите не то что вот мы говорим курочкин или не курочки ну там я так понимаю что это был их представитель который решал от имени этой группы все вопросы связанные с ее интересами ну он лично не он лично не знаю ну понятно что как бы человек там был достаточно с такой репутации громкой вот я у него был какой-то конфликт со своими же побратимами насколько я понимаю не изучал слышал точно так же наверное читал как и вы но там кто-то на кого-то покушение сделал решили что это он потом я так понимаю что он начал претендовать на роль на сына гинера начал претендовать на роль как бы свою игру играть лидер всей этой группировки воеводе но это не нравилось курочкин я читал тоже его интервью он говорил о том что это однозначно лидер группировки вот но я так понимаю что они по-своему разобрались да а теперь давайте все же чуть подробнее про эту группировку вот в прессе пишут как я говорю есть десятки если не сотни расследований в россии в украине на западе и называют три человека в этой группировке первая фамилия бабаков вы сказали вы с ним встречались я бы хотела чтобы эту встречу если она была одна или несколько описали затем второе лицо гинер это человек с украинскими корнями но является он гражданином россии и хозяином фактически футбольного клуба цска и третий человек воеводин это вор в законе известный очень и очень влиятельный очень богатый вор в законе вот могли бы вы объяснить характер группировки кто-то отвечает видимо за политику смотрите втаня я честно вам скажу я не мы можем только мыслить логически но эта группировка она видите она настолько живая и живучая и при этом прям мы должны понимать и мы не можем не приписывать ей определенные свойства которые бы каким-то образом объяснили эти живучесть и она очень простые если кто-то со мной не согласен я не буду претендовать на истину последней на инстанции она так и есть потому что на самом деле каждый выполняет свою функцию у нас есть лидер михаил воеводин у нас есть которые обеспечивают понятийное решение вопросов понятийное вот по тем понятиям по которым он считает это возможно у нас есть генер представляющий экономическую составляющую этой группы человек который ну можно проследить его путь отдельно так сказать это можно к этому возвращаться и связи с обрамовичем и мало того что просто не просто связи а дружеские отношения с обрамовичем вот и бабаков который я так понимаю на то время особо и не был каким-то движущим вот каким-то локомотивом всей этой группировки а больше использовался вот сначала на ролях поднеси подай хотя вряд ли я сомневаюсь конечно что поднеси подай но я так понимаю что у него не было основного какого-то такого влияния а потом когда его начали двигать в политику конечно это уже имела определенную роль потому что нужную роль возможно был бы не бабаков был бы кто-то другой то есть вот в этой группе есть три составляющих которые каждая из них жизненно важна политическая среда политическая среда в которой тусуется нужность участие полезность власти участие во всех этих проектах так сказать экономическая составляющая и бандитская ну вот это просто прекрасно это просто я бы сказал универсальная группа расскажите о вашем общении с вот с этим человеком бабаковым который является очень известным в россии публичным постоянно это сейчас это сейчас к больше ему уже делит имущество в украине как распорядиться решает в эфире у соловьева имуществом отжатым у украинцев на захваченных с 24 февраля территориях рассказывает о том что надо казнить казнить комбатантов британских ну помните у них были в плену их недавно обменяли слава богу в саудовскую арабию отдали вообще такой то есть призывает активный активный да активный враг украины такой энергичный враг украины вот вы с ним общались когда это было при каких обстоятельствах да это был седьмой год нас познакомила людмила на русова мои знакомые как-то меня представили я с ней встречался я обратился к ней это было уже в седьмом году я сказал людмила борисовна пожалуйста помогите я не понимаю у нас разговора со спектром я помню общался да уже со спектром но нету разговора непонятно я прихожу спрашиваю чего вы хотите вы забрали просто по беспределу бизнес и ваше видение этого всего но поскольку у меня никакого ответа не было вот я попытался найти из ответственных людей и поэтому вот на русова привела меня к бабакову я с ним встречался у него в офисе это была остоженка вот на остоженке был у него офис вот я честно говоря плохо помню ну недалеко от москвы реки там совсем рядом вот разговор был мне не 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 долги абсолютно я обратился он сказал что да да я переговорю оставил свой телефон на которой потом уже я естественно уже и не дозвонился никогда то есть она была тоже в никуда вот в пустоту встреча в пустоту то есть я так понимаю что на то время и сам бабаков особенно не определял политику группы в украине а больше ни с блоки сделать небольшую паузу буквально на две минуты потому что огромные материалы не всегда люди смотрят а мы с вами хотим чтобы больше у нас было зрителей поэтому предлагаю прерваться и для тех кто будет смотреть только первую часть я напомню что это мстислав скоробогатов человек у которого опг лужники отняла бизнес в украине конечно и мы за него сказать еще что они и в тюрьму вас на короткое время засадили почему я все же этим интересуюсь потому что я понимаю прекрасно что у них были подельники не только в политических кругах украины но и в силовых органах украины например мне встречалась такая фамилия и имя юрий луценко я слышала что юрий луценко тоже каким-то образом приложился к вашей истории но об этом мы поговорим в следующей части и Продолжение следует...